Добрый день, господа! До меня дошла тут посылка от моего хорошего знакомого Дениса. Ден, реально огромное спасибо! И вот давайте сейчас вместе посмотрим, что и как доехало. Я, в принципе, плюс-минус знаю, что там должно быть внутри, но это Почта России. Могло дойти что угодно. Ну, все достаточно хорошо упаковано. Все достаточно очень хорошо упаковано. Ну-ка, 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 ну-ка. И вот первое, что меня ожидает в этой посылке. Это смартфон от бренда, который я не очень люблю, а именно Lenovo. ZUGZE 2 Pro. И ну-ка, это чудо включится вообще сейчас? Или... Оба-на! Оно... Ден, ты его что, даже не выключил, что ли? Или как? Или... Ну, короче говоря, аппарат... Слава богу, аппарат дошел живой. Уже радует. Я смогу пользоваться хоть чем-то, пока мое основное говно будет в сервисе. Уже радует. Стеклянный смартфон доехал, ну, почти в целости и сохранности. Ну, а самое главное в этой посылке, это все же видеокарта. Двучип от Asus. Asus Radeon 3870X2. Про эту видеокарту запишу отдельное видео. Попробую ее проверить, потому что что-то странное. Так как изначально при покупке она была живой, она спокойно прошла тестирование форморком, а дальше она все. Она... На райзене она отказалась работать, но это, в принципе, нормально, потому что 3870X2 это очень странная карта, которая далеко не на любой материнской плате работает. И в связи с этим, в принципе, ну, норм. Пойдет. Пробовал Денис ее сам на старом железе проверить, на компьютере с Феномом X6, но там тоже что-то пошло не так. Поэтому я попробую в очень доисторической материнской плате проверить эту карту. И заодно я попробую это подключить к ноутбуку и посмотреть вообще, что из этого получится. Ну, вот, если честно, меня сейчас очень сильно переполняют эмоции. Меня реально очень сильно переполняют эмоции, потому что, ну... А, вон оно как. Ну, понятно. Ну, то, что Денис и говорил, тут с кнопочками... Хм, смешно. Изначально был... Денис заявлял дефект, то, что кнопка питания чудит. Но что-то как-то... Вот, я его затыкал. Lenovo меня уже боится. Оболочка, конечно, тут в ZUI это такое. Мне, как владельцу смартфона с совершенно голым Android, а именно Motorola Nexus 6, будет очень сложно привыкнуть к подобному. И я же, видите, сделаю обзор на это устройство, потому что, ну, аппарат, как по мне, он очень, очень нестандарт. Найти что-то подобное сейчас в магазинах, это будет, ну, очень сложно, и это будет стоить бешеных бабок. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok